Доброе утро, дорогие телезрители, дорогие братья и сестры. Телеканал ПС начинает прямую трансляцию торжественного богослужения, посвященного величайшему христианскому празднику – Входу Господню в Иерусалим. Главное для Архангельской области богослужение в этот день совершит митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил в Святой Винском Кафедральном Соборе. Именно там установлены камеры телеканала ПС. Вместе с вами следить за богослужением и комментировать прямую трансляцию буду я, священник Валерий Суворов, настоятель Воскресенского храма города Северодвинска на острове Ягры. Сегодня Вход Господень в Иерусалим, или Верное Воскресение, один из 12 величайших православных христианских праздников. Это богослужение собирает всех верующих в храмы для того, чтобы прославить входящего в Иерусалимский храм Господа. Кто-то может спросить, а как можем мы прославить Господа? Ведь событие Входа Господня в Иерусалим отстоит от наших дней более чем на 2000 лет. Да, это можно сделать и происходит, и делается в храмах, когда по вере Церкви, в особом благодатном молитвенном единении. Мы вновь и вновь переживаем это событие. Да, не в Иерусалиме, да, не во врата города, но в храмы входит Господь, божественно осеняя всех собравшихся во всех церквях Русской Православной Церкви, по всей канонической ее территории, на всех континентах. Мы видим, что в Святолинском кафедральном соборе уже началось богослужение. По традиции оно начинается встречей архиерея. Торжественная встреча из-за многолюдства проходит сейчас на Омвоне, буквально прямо у иконостаса. Владыка одевает священнические облачения, или облачается. На него возложен стихарь, подсакосник, и петрахиль, и поручи. Только что была одета палица, как символ духовной власти, и власти, во-первых, Слова Божия, того слова, которое произносил Господь, и которое до сей поры является мечом на врага рода человеческого дьявола. Возлагается подобное царской порфире, потому что служение Христа было служением и царским, и пророческим, и первосвященническим. И сейчас мы видим, как и подиаконы, помощники, владыки, богослужения облачают на него великий или большой амафор. Амафор имеет право богослужения носить только архиереи. Мы с вами помним, что степени священства всего три. Высшая степень архиерейская, средняя степень – это пресвитер или священник, и младшая священная степень – диакон. Есть еще степени церковнослужителей. Их мы сейчас видим, окружающих митрополита Даниила. Этих служителей называют иподиаконы, то есть младшие диаконы. Слово иподиакон греческое и дословно означало служителя, который шествовал с фонарем, с крестом на лошади, возглавляя крестный ход к богослужению, к храму и богослужению. Поэтому иподиакон означает именно того служителя. Мы видим, как иподиаконы подали владыки Митру головной убор, а сейчас подают свечи – три кири и ди кири. С этого благословения и начинается подготовка к божественной литургии. ПЕСНЯ Сейчас звучат начальные молитвы. Перед совершением божественной литургии, составленной великим учителем церкви, святителем Иоанном Златоустом. Это богослужение посвящено тому, той заповеди Господа, который призывал всех христиан совершать воспоминания его, преломляя хлеб и вознося чашу, причащаясь к святых телу и крови Христа. Исполняя эту заповедь Божию, в храмах совершается божественная литургия. И вот для совершения этого таинства принимает благословение священник и диакон, и сейчас начинается божественная литургия. Субтитры создавал DimaTorzok Прозвучал первый начальный возглас божественной литургии. Его перед престолом с Евангелием в руках произнес партерий Владимир Кузев, духовник архангельской епархии, старший священный служитель нашей епархии. Надо сказать, что этот возглас сопровождался определенным обрядом. Евангелие было поднято над престолом, над антиминцем, и совершен был им крест. Затем оно было вновь положено на престол. Богослужение, его содержание есть явление двух важных моментов. Это внешняя форма, обрядовая сторона, и невидимая, незримая духовная сторона. Внешняя форма, видимая, обрядовая, она напоминает каждому участнику богослужения и священнослужителю мирянину о тех глубоких духовных символах, которые лежат в основе спасения человеческой души, которые лежат в основе нашей веры, которые напоминают о тех событиях, случившихся в Ветхом Завете, Новом Завете, о тех событиях, которые еще случатся в Вечности и в истории человечества. Эти обряды, эти действия напоминают и призывают всех к единой молитве, которые раскрывают огромную глубину молитвословий и всего происходящего в храме, словно многоуровневое отношение к тому, что происходит в храме. Находясь за богослужением, нужно стараться молиться, постигая ту премудрость, которую Господь открыл нам. Премудрость о том, что Господь есть, о том, что Он пришел ради нас и нашего ради спасения, о том, что Он ради нас совершил искупительный подвиг. По вспоминанию искупительного подвига Господа Иисуса Христа посвящено каждое богослужение. Ну а сегодняшнее праздничное богослужение напоминает нам о том, как Господь вошел в город Иерусалим для совершения крестной смерти и воскресения. Вот это пришествие в Иерусалим и отмечается сегодня всей Церковью. Праздник так называется «Вход Господень во Иерусалим». В главном терпоре праздника, который звучит за богослужением, можно услышать такие слова «Общее воскресенье прежде Твоей страсти, уверяя, из мертвых воздвиг Лазаря, Христе Божий». По-русски можно это так перевести. «В общем воскресенье прежде Твоего страдания, удостоверяя, из мертвых воскресил Ты Лазаря, Христе Божий. Потому мы, как дети, держа символы победы, Тебе, победителю смерти, воззовем. А сан на вышних благословен грядущий во имя Господне». В этом кратком терпоре изображается глубина смысл сегодняшнего празднуемого события. О нем, об этом событии, о этой исторической, духовной глубине мы с вами сегодня услышим за богослужением. А я по силе постараюсь помочь вам понять те глубокие духовные символы, которые сегодня Церковь вспоминает и прославляет. Богослужение в Велинском соборе продолжается и по уставу литургии Владыке только что была поднесена вода для умовения рук, символически напоминая о необходимости чистоты душевной и телесной всякому приступающему к богослужениям. Субтитры создавал DimaTorzok Звучит первый антифон. Это песнопение, которое состоит из стихов, из маленьких отрывков, из псалмов. Первый антифон – это 114-й псалом, который является мессианским псалмом. В нем рассказывается о Христе, о Спасителе. Но вообще, чему же конкретно посвящено сегодняшнее празднуемое событие? Сегодняшнее событие получило отражение в Евангелиях. Именно из Евангелий, из этих текстов, из библейских текстов мы знаем о событии входа Господня в Иерусалим. Это событие описано у всех четырех евангелистов. У Матфея в 21 главе, у Марка в 11 главе, в Евангелии от Луки в 19 главе и евангелистам Иоаннам в 12 главе. В Евангелии также это событие описано. Этот праздник также называется «Неделей Ваи». Вая, то есть ветвь. Еще этот праздник называется «Цветоносной неделей». А у нас на Руси называется «Вербным воскресеньем». Это название произошло от древнего обычая освещать в этот день пальмовые ветви. А у нас заменяемые вербы первым распускающимся после зимней спячки растением. Начало праздника восходит в глубочайшие древности. Самое древнее упоминание о празднике, именно уже отмечаемом как событие, датируется III веком. Это упоминание принадлежит святому Мефодию, епископу Тирскому или Потарскому. Святитель Мефодии составил поучение в этот день, и именно это поучение дошло до исследователей современности, которое позволило установить дату уже известного празднования – III век. В IV веке этот праздник совершался уже торжественно, и об этом свидетельствует Святой Епифаний Кипрский. Многие из святых отцов уже IV века оставили свои поучения на праздник Входа Господня в Иерусалим. Это говорит об уже развитом праздновании и о наличии поучения и желании духовного кормления паства. Многие из святых отцов IV века составляли свои поучения и составляли молитвы, которыми сейчас насыщено богослужение. То, что сегодня звучит в храме во время песнопений. Авторы этих песнопений также древние. Это и святой Андрей Критский в VII веке составлял эти песнопения, Косьма Маюмский, Иоанн Дамаскин в VIII веке, Федор и Иосиф Студиты в VIII и IX век написали песнопения, епископ Феофан, патриарх Никифор в IX веке, а также император Лев Философ. Все эти песнопения включены в состав праздничного богослужения. Они были, конечно, изначально написаны на греческом языке, и мы имеем церковно-славянский перевод с греческого языка. Глубина этих песнопений, этих стихов воистину поражает. Давайте мы немножечко окунемся в атмосферу богослужения, помолимся вместе с людьми, находящимися в храме. Отключим. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас мы являемся свидетелями того, как в храме совершается вход с Евангелием или малый вход с престола от главной святыни храма. И Евангелие износится на середину храма к кафедре, в данном случае на Амвон, где находится Владыка, для того, чтобы прославить пришествие в мир спасителя. Евангелие это и есть символ Христа, приходящего в мир для спасения каждого человека, каждого верующего во Христа, верного Богу человека. Протодиакон держит в руках Евангелие, и подиаконы держат свечи, три кири, звучат прославляющие события в Хода Господня в Иерусалим песнопения. ПЕСНЯ ПЕСНЯ ДОКОЛ ВИГРА СИГНАЛИЗАЦИИ 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 Продолжение следует... 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 Пальмовые ветви. Одежды и ветви полагались под ноги шествующему на осле Господу Иисусу Христу, и звучали радостные возгласы «Асанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Асанна в Вышних!» Вот это евангельское событие и празднуется сегодня. Господь торжественно входит в Иерусалим, входит с царскими почестями на молодом осленке, въезжает в царственный град божественный. О символах этого праздника мы сегодня с вами неоднократно поговорим. Интересно, что наиболее близки между собой рассказы о трех евангелистах – Матфея, Марка и Луки. Эти евангелисты еще называются синоптиками. Эти рассказы уделяют особо пристальное внимание отсутствующей у евангелиста Иоанна истории с обретением осла для поездки. И эта история имеет очень много общего с повествованием о подготовке к тайной вечере. Обстоятельства нахождения этого осла также являются исполнением пророчеств, древних пророчеств, изложенных в первой книге Библии, в книге Бытия, в 49 главе. А благополучное выполнение поручения Господа, именно найти и привести этого осла, предстает нам как результат божественного всеведения Иисуса Христа. Слова, которыми ученики объяснили по заповеди Христа заимствование животного у хозяева, могут также толковаться по-разному. Осла могли дать взаймы для служения Богу, что совсем не противоречило ветхозаветным законам о взаймах. Либо Господом, словом Господом, здесь именуется сам Иисус Христос, Бог. И в этом случае эпизод является исповеданием веры. Ученики сказали хозяевам, что этот осел нужен Господу. И именно здесь можно видеть, как ученики исповедали Господа Иисуса Христа перед хозяевами этого домашнего животного. А также можно предположить, что те, кто отдавал осленка, знали уже о Христе, и потому покорно отдали это животное. И Господь принял это животное как истинный хозяин. И посиди виноград сеть, и утверди их, и Боже насади, и сниться Твоя. Только что мы видели, как подписано пение «Агиос Отеос, Агиос Исхирос, Агиос Атханатос Алейсу Немас» «Ладыка вошел в алтарь». Что это за греческие слова? Это дословно молитва «Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный». То ангельское приветствие, которое слышал пророк Исаия, восхищенный престолу Божию. С этим песнопением в древности духовенство ходило во святый алтарь, призывая то, чтобы и святые ангелы наполнили храм, и святая святая храма для совершения богослужений. Сейчас мы видим, как владыка митрополит Данил вкладывает ладан в кадила, где находится уголь горящий. Этот ладан сейчас будет принесен кождение, и сейчас начинается подготовка к чтению Священного Писания. Мы видим люди, стоящие с пальбумными ветвями, с символами сегодняшнего праздника, ожидающие освящения их и свидетельствующие о вере в Христа. О пальбумных ветвях мы еще с вами поговорим. А сейчас давайте послушаем Священное Писание, апостол, а затем Евангелие сегодняшнего праздника. Писание, апостол, а затем Евангелие сегодняшнего праздника. Писание, апостол, а затем Евангелие сегодняшнего праздника. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» Только что мы услышали отрывок из послания апостола Павла к филиппийцам. Перед этим чтением прозвучал Прокимин. «Благословен грядущий во имя Господне, Бог Господь, и Он явился нам». Это слова из 117-го псалма. А сейчас мы видим, как из алтаря торжественно износится Евангелие. В окружении свечей, трикири, дикири и блистающих круглой формы репит, символизирующих веяние благодати Божией, особой святыни, Евангелие вынесено на Амвон, на центральное возвышенное место перед иконостасом, для того, чтобы здесь быть прочитано. Как вы понимаете, главное чтение Евангелия будет посвящено событию входа Господня в Иерусалим. Это событие будет прочитано из Евангелия от Иоанна, 41-е зачало. «Потанец» «Потанец» Слава Богу! 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 И поэтому ослица шла впереди, и святые отцы в этом видят не просто совпадение, а величайший глубокий духовный символ. Ослица – символ Ветхого Завета, и осленок – символ Нового Завета, еще новой зарождающейся церкви. Евангелисты однозначно вместе подчеркивают, что на осленка до Христа никто никогда не садился. И это указывает на особую ритуальную чистоту животного и на возможность принесения его в жертву. Вероятнее всего, прибытие верхом на осле указывало и на обстоятельства помазания Соломона на царство. Об этом помнили древние иудеи. В Иерусалим никто не входил на животное, никто не въезжал. Вообще всякие паломники восходят в Иерусалим пешими в знак смирения и почитания Святого Града и Храма. Евангелисты говорят лишь о том, что Христос приблизился к Иерусалиму, сидя на осле, и не уточняют, а как именно верхом или пешим он вошел в сам город. В целом, выбор осленка подчеркивает мирный, добровольный, смиренный характер вступления Мессии Царя в этот святой город. Сейчас в Иерусалимском соборе, где совершается Божественная Литургия, началось пение херувимской песни. Оно предваряет совершение Великого Входа. Духовенство молится и призывает всех молящихся молиться так, как молятся на небесах сами ангелы, херувимы и серафимы. Как и херувимы, совершающие тайную молитву и жертву, окружающие небесное богослужение, и животворящие троицы, поющие тресвятую песнь, так и мы отложим все житейские заботы, все житейское попечение. Как царя Великого возносили в град после победы, так и мы добудем свидетелями торжественного вхождения Господа во святой град. Сейчас совершается то, о чем мы с вами говорили в самом начале нашей трансляции, когда внешние образы, внешний обряд напоминает о одновременно совершающемся духовном событии. Вновь и вновь мы переживаем вхождение Господа во святой град в Иерусалим для того, чтобы принесено бытие в жертву за грехи людские, для того, чтобы всякий, каждый верующий во Христа человек стал сонаследником этой жертвы Христа. Сонаследником, а значит, и разделил плоды этой победы, которую Господь дает каждому из нас, каждому верующему во Христа, смиряющемуся перед правдой Божией, склоняющими свои головы перед истинной и величием самого Господа, не абстрактным величием Божиим, но перед конкретной личностью Господа Иисуса Христа. Когда, принимая, признавая, исповедуя Господу Иисуса Христа Богом, мы становимся в ряд Его учеников, в ряд Его последователей, если совершаем в жизни своей то, что Господь говорил делать нам, совершая и следуя Его заповедям. Как бы ни была тяжела эта миссия, как бы ни был тяжел крест служения Господу, да последуем и мы за Христом, нося знамения победы. Эти знамения победы сегодня в руках у верующих людей, у всех, кто находится в храме. Это пальмовые ветви. В древности, когда монашествующие уходили на сорокадневный пост в пустыню, в буквальном прямом смысле, в иудейскую пустыню, и после поста в цветоносную неделю или ко входу Господню в Иерусалим подходили к вратам монастыря, они несли сплетенные из ветвей кресты и воспевали благодать Святого Духа, снова вместе их собравшую. Днесь благодать Святого Духа нас собра, и мы, взявшие крест, вопием Богу, прославляющие Господа песнь, «Асанна в вышних, благословен грядущий, приходящий во имя Господне». В храме совершается великий вход. И, глава Господи, Иерусалим это свое, graciousное праведное, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Якода царя всех под имем ангельскими невидимо, Дарина Сима Чимми поет хор и торжественно встречают архипастыря, входящего в алтарь и ставящего на престол дискос и чашу священнослужителями. Архиерейство Твое допоминет Господь Бог во Царстве Своем». Это приветствие также символически напоминает нам о том приветствии, которым встречали Господа Иисуса Христа в Иерусалиме, входящего в этот святой город. А кто же встречал Христа? Да, Его ученики и народ, который был впечатлен чудом воскресения Лазаря, встречали и прославляли, даже не отдавая себе до конца отчет, что происходит, чему они являются свидетелями. Встречали Христа и фарисеи, и книжники, которые замышляли зло против Него. А сейчас мы видим, что Божественная Литургия, которая совершается в Ильинском храме, дополняется сегодня еще одним таинством – таинством хиротонии, таинством рукоположения. Мы видим, как через царские врата в алтарь был заведен диакон, облаченный в белой стихарь. Сегодня за данным богослужением этому священнослужителю-диакону надлежит стать священником. Совершается таинство священнической и пресвитерской хиротонии. Таинство совершает сам митрополит Архангельский Холмогорский Даниил. Сам – это значит, никто не вправе совершать это таинство только как архипасты, как архиереи, получившие от апостолов власть преподавать Духа Святаго, благодать Духа Святаго человеку для служения Церкви Христовой. Новопоставляемый диакон троекратно обводится вокруг Святого Престола, целуя углы Святого Престола. Это может напоминать нам о таинстве крещения. Именно в таинстве крещения новокрещенный троекратно обводится вокруг купели, символ вечного единения с Церковью. В данный момент этот символ обозначает посвящение на вечное преданное служение самому Богу. Преданное, без ответа, без возможности изменить это решение, но всю жизнь посвящая служению Господа. В это время духовенство поет особые тропари, которые прославляют Господа, Божию Матерь и святых мучеников, которым уподобляется священнослужитель истово, служащий Господу. Без креста священнического служения не выполнить ту, уготованную Богом, миссию, которую получает на себя пресвитер Церкви. Как говорили многие святые и старцы, священническое служение – это добровольное распятие себя. Сейчас владыка-метрополит будет читать молитву, в которой будет просить Господа, чтобы божественная благодать неизменно сошла на рукополагаемого, незримо укрепляла его в священническом служении. Божественная благодать, всегда немощная врачующих, и разбудевающая восполняющих, пророчествует Андрея, благовековейнейшего дьякона, о пресвитера, помолимся упадем, да придет на него благодать всесвятого Духа. Господи, want to stay with me, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Благословение, благодать, совершение божественной литургии Непорочное, чистое, преданное служению Господу А сейчас рукополагаемый выведен из алтаря на амбон и начинается его облачение в священческие одежды Звучит возглас Аксиос, достоин Слова Аксиос повторяют и священнослужители, утверждая достоинство нового священника, возможность ему служить в Святой Церкви В древности на возгласы архиерея Аксиос отвечал и народ, подтверждая достоинство кандидата к рукоположению Подтверждая то, что и народ молитвами ходатайствует за него, для того, чтобы и он служил в Церкви Божией То есть вся полнота Церкви, испрашивая у Господа милости и благословения, вручает новопоставляемому символы священнического служения И священнический крест одевается на новорукоположенного батюшку Для того, чтобы богослужение совершалось по чину церковному, ему дается книга «Служебник», в котором излагается чин совершения служб суточного круга и божественной литургии Завершение хиротонии вот так и благословляет всех молящихся свечами Ну а всем нам, свидетелям этого торжественного события, хиротонии, наверное, стоит поздравить нового батюшку, нового священника, отца Андрея Сегодняшней огненной Пятидесятницей, сегодняшним схождением благодати Духа Святаго на него для служения Церкви Божией Божественная литургия в день входа Господня в Иерусалим продолжается Звучит Иктинья, исполнил молитву нашему Господу Духа Святаго на него для служения Церкви Божией ج concerned отца Finanz Daarчена отпеч�ит Иктинья, исполнил молитвы нашему Духа Святаго на него для служения Церкви Боже Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжается праздничная божественная литургия в Святолинском кафедральном соборе. И сейчас после призыва единым сердцем исповедовать свою веру, все находящиеся в храме поют символ веры, главную молитву, которая соединяет в себе исповедание православной веры. В это время духовенство в алтаре целует положенный на престоле дискос с подготовленным хлебом и чашу с подготовленным вином и сам престол и подходят друг к другу, приветствуя святым лапзанием, говоря «Христос посреди нас и есть и будет», отвечают друг другу священнослужители. Поется символ веры. Владыка, преклонив главу, молится над престолом и над ним, священники простирают воздух, который качают, символизируя веяние благодати Духа Святаго, а также символическое историческое событие землетрясения, которое произошло в момент воскресения Христа в Иерусалиме. Но к событию воскресения Христа мы с вами еще приближаемся. Нам предстоит еще Страстная Седмица для того, чтобы встретить праздник Пасхи. И сегодня праздник входа Господня в Иерусалим, он словно полагает предел. Окончился пост великий, 40 дней поста прошло, но предстоит Страстная Седмица. Семь дней особого сосредоточенного следования со Христом. Как говорил кто-то из современных проповедников, 40 дней – это наше следование ко Христу, а Страстная Седмица – это наше свидетельство прихода к нам, Спасителя, следования Христа к нам, ожидающим Его Святого Воскресения. И вот мы помним, что событие Воскресения, событие Входа Господня в Иерусалим сопровождалось торжественными восклицаниями Ассанна, Вышних. Благословен Грида и Воима Господня. О том, что это за восклицания, как их понимать, мы с вами поговорим после Евхаристического канона, который сейчас торжественно будет совершаться в Ильинском храме. Благодати Господа нашего Иисуса Христа, и любви Бога и Отца, и причастия Святого Духа, буди со всеми вами. Благодати Господа нашего Иисуса Христа, и любви Бога и Отца, и причастия Святого Воскресения. Благодати Господа. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вознесение и Второе Пришествие Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вместо молитвы «Достойно есть» в Господский двенадцатый праздник, к которому относится и праздник Входа Господня в Иерусалим, звучит так называемый «Задостойник» Молитва, отражающая суть сегодняшнего праздника Сегодняшний «Задостойник» звучит так «Бог Господь и явися нам! Составите праздник и веселящийся приедите! Возвеличим Христа и сваями и ветвями песнями зовуще Благословен гряды во имя Господне! Господа Спаса нашего!» Вновь и вновь мы слышим эти слова о Санна Вышних и то лишь как что за евхаристическим каноном вновь звучали эти слова эти слова впервые мы так ясно осознаем когда читаем Евангелие и сталкиваемся с сегодняшним празднуемым событием Входом Господнем в Иерусалим именно с этими словами народ находящийся в Иерусалиме и ученики и недруги приветствовали Господа говоря о Санна в Вышних Слова Асанна были в том числе принадлежностью еврейского праздника Кущей но не только вообще что такое Асанна буквально с еврейского это слово переводится как «спаси же» это мольба о помощи обращенная к Богу и эта молитва часто встречается и вне богослужебного контекста например на осеннем празднике Кущей восклицание Асанна было связано с молением о дожде и интересно отметить что впоследствии в пророческой литературе дождь стал одним из символов Мессии Асанна как моление о спасении может сочетаться и с так называемым звательным потяжом то есть обращающимся обращением к тому и той или иной личности но в частности к Богу поэтому Асанна в вышних может быть истолковано как «спаси ты, Господи, который в вышних» именно такое толкование приписывается святителю Иоанну Златоусту так объясняется на еврейском языке Асанна в вышних вверху спасение а внизу человеколюбие возглас Асанна а также сходные с ним глагольные формы могли также понимать и как моление о царе или как просто царскую аккламацию такие выражения можно сравнить как «помоги царь», «Господи, спаси царя» как мы читаем в девятнадцатом псалме видимо уже в эпоху между Ветхим и Новым Заветом произошло исключительно изменение этого понимания этого возгласа так называемой десемантизации и оно стало употребляться не только в еврейском языке но и в целом другими народами в том числе язычниками и стал употребляться он подобно словам «салют» или «ура» как в русском языке например выражение Блаженного Агустина что «асанна» означает не мысль, а эмоции тем можно объяснить и употребление «асанна» с дательным падежом «асанна сыну Давидову» как в Евангелии Матфея 9 стих также в других раннехристианских текстах используются вот такие выражения в евангельских повествованиях в целом о празднике входа Господня в Иерусалим возгласа «асанна» возможно следует связывать с мессианским 117-м псалмом стихи которого 25 и 26 стихи звучат во время входа Господня в Иерусалим и должны прямо пониматься как приветствие мессии царю именно мессия и царь все евангелисты подчеркивают это царственное достоинство Иисуса сына Давидова который шествует в Иерусалим ну в Свято-Иллинском кафедральном соборе продолжается божественная литургия заканчивается иктинья и скоро все собравшиеся будут объединены общей молитвой Отче наш давайте вместе помолимся и услышим это замечательное песнопение присоединимся к нему поезд и подчеркивая и и подчеркивая Продолжение следует... 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 Не могут... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...